Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. И сейчас мы прочитаем мою статью 2021 года. Что бы ни говорили заинтересованные стороны, за три года так и не удалось выяснить, кто, по каким причинам и при каких обстоятельствах убил Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике. Накануне третьей годовщины убийства российские власти заблокировали сайт Центра Михаила Ходорковского досье по причине неуважения к власти. Оказывается, в российском законе об информации есть и такая статья. В материале о деле Шестунаму совпадение дат и репутация российских репрессивных органов, не раз демонстрировавших в том числе и специфическое чувство юмора, позволяют связать блокировку с расследованием досье об убийстве в ЦАР. Этот материал, вероятно, так и останется самым полным и самым достоверным набором сведений о том, что случилось с Джемалем Расторгуевым и Радченко, и ничего сверх этого получить уже не удастся, то есть виновные не будут найдены и не будут наказаны. В расследовании досье много косвенных доказательств причастности структур Евгения Пригожина к убийству, но только косвенных. О прямых Михаил Ходорковский говорил, что добыть их можно только такими способами, которые не примет к рассмотрению ни один суд. Это значит, что обвинять Пригожина и его людей в этом убийстве нельзя. Подозревать, да, можно и вероятность их причастности к преступлению прямо пропорциональна степени участия пригожинцев во всех царовских делах, а эта степень, как всем известно, крайне высока. Люди Ходорковского доказали, что пригожинцы следили за Джемалем Расторгуевым и Радченко. Люди Ходорковского доказали также, что пригожинцы сразу же после убийства озаботились дезинформационной кампанией, призванной замести следы преступников. Проклятая неопределенность касается только непосредственно убийства. Неизвестным осталось, было ли оно спланировано, исходила ли инициатива этого убийства от людей Пригожина и участвовали ли они в нем в качестве исполнителей. Последний вопрос скорее философский, в том смысле, что могут быть разные мнения по поводу того, считается ли Пригожинским местный боевик-африканец, подчиняющийся российскому инструктору. О спланированном убийстве дольше и увереннее всех говорит друг Архана Джемаля Максим Шевченко, а Михаил Ходорковский считает, что убийство могло быть спонтанным после того, как разговор журналистов с боевиками и их задержавшими пошел не так. Стоит заметить, что умеренная версия Ходорковского рифмуется со столь же умеренными выводами того же центра досье о покушении на Навального, вопреки позиции самого политика и его сторонников, настаивающих именно на попытке убийства. Досье пришло к выводу, что планов убивать Навального не было и целью было изгнание его из России. Этот вывод оказался настолько непопулярным, что и в момент публикации расследования о досье никто не заметил и сейчас о нем никто не вспоминает. Когда говорят, что убийцы не найдены и не наказаны, это как бы подразумевает отсутствие любого движения в деле. Снижается активность сыщиков, уменьшается следственная группа, новые там отдела пишутся, но состоят из какой-то процессуальной чепухи. Но всегда стоит помнить, что жизнь продолжается и совсем не в том пошлом смысле, в каком обычно используют это выражение. Жизнь продолжается. И за три года Евгений Пригожин, приложив к этому заметное усилие, из полумифического доктора Зло, о котором пишут только самые храбрые журналисты, превратился в нишевую, но очень заметную публичную фигуру. В какой-то мере он повторил тот же трюк, который когда-то проделали пиарщики Рамзана Кадырова в Инстаграме, превратившие самые зловещие его черты в такой мрачноватый, но все же троллинг, когда пишет человек про дорогого брата и вроде странно его бояться всерьез. Пригожин 2021 года – это «Направляем вам ответ Евгения Викторовича». Пригожинские наемники – это герои популярных эстрадных песен Акима Апачева и киногерои. Именно про цар уже снимают художественное кино. А пригожинские африканские консультанты – тоже киногерои и популярные политики. Сейчас даже с поправкой на уничтожение независимой прессы, кому бы вообще пришло в голову снаряжать разоблачительную экспедицию, когда Пригожин, в том числе и его интересы в Африке, все на виду, не очень скандально и не очень интересно. И это такой постскриптум к убийству – и ездили зря, и погибли зря. В России, строго говоря, вообще все зря. С точки зрения отношений российского государства со злом убийства в ЦАР наглядно демонстрируют, как, будучи помещенному в актуальный политический контекст, когда для власти люди только точки на геополитической карте, а власть для ее оппонентов – бесспорная банда убийц. Даже самое запредельное преступление превращается в вязкий вечный информационный повод, растворяющийся в общем неизменном фоне. Точками невозврата вымощена дорога, по которой Россия идет в заведомо мрачное будущее. Представить себе, что кто-то в Москве или Петербурге, узнав о поездке Джималя, Расторгуева и Радченко, последней рядом с выдающимися режиссером и журналистом такая сестра Лизавета. Но для среднего российского силовика или Пригожинца, или даже для самого Путина, все трое, скорее всего, были просто группой Ходорковского, вряд ли кто-то вникал в детали творческих биографий. Узнал, приказал их убить, так же трудно, как и представить себе, что этот кто-то мог приказать сбить малазийский Боинг или застрелить Бориса Немцова. Но Боинг был сбит, Немцов застрелен, а еще были отравлены Скрипали и Навальный, а еще взрыв в Чехии. И каждый раз, как и в случае с убийством в ЦАР, вся российская пропагандистская машина и Следственный комитет, который в этих сюжетах каждый раз тоже становится пропагандистским, а не силовым ведомством. Вступают в дело с первых же минут, даже когда еще вообще ничего не ясно и никто никого толком не обвинил. Но каждый раз начинает работать этот давно отлаженный механизм, когда одна за другой вбрасываются взаимоисключающие версии, звучат имена подозреваемых или свидетелей. Боинг сбил летчик Волошин, и это видел диспетчер Карлос. Немцова убили украинцы по наводке его спутницы Дурицкой, Навального отравила Мариапевщик, Джималя, Расторгуева и Раченко, убили арабоговорящие боевики и, скорее всего, организации Селека. Или французский авантюрист Доминик Кристоф Ренето. Его интервью в «Даве Джимале», между прочим, производит дополнительное удручающее впечатление. Идешь за правдой к французам, а французы сами неотличимы от Пригожина. Забавно, но к 2021 году именно эта привычка российского официоза отмазывать убийц еще до того, как потерпевшая сторона называет их предположительные имена, уже не выглядит даже как косвенное доказательство виновности российских силовиков или наемников. Мы наблюдаем уже что-то вроде рефлекса, доведенные до автоматизма привычки. Слишком часто российские власти обвинили в разных преступлениях. Речь не только об убийствах. Тут и олимпийский допинг, и хакерские атаки, и много чего еще. И привычка защищаться кажется даже вполне естественной. Когда Пригожинцы, узнав о потенциально громком убийстве на своей территории, начинают придумывать ложные версии и вбрасывать их в медиа, это в наше время не значит уже вообще ничего. Могут быть причастны, могут быть непричастны. И дезинформационная активность никак не зависит от реальной виновности. Если хотя бы в одном случае интересно, в каком именно российская сторона, хотя бы на уровне «разобрались, доложили Путину», располагает убедительными доказательствами, что обвинение несправедливо, то и к остальным обвинениям они, искренне чувствуя себя жертвами регулярной клеветы, могут относиться соответствующе. И, пользуясь этим, тот же Пригожин наверняка не раз, будучи вызванным к начальству, делал большие глаза и говорил, «Ну что вы, это не я», хотя это был он, по крайней мере в некоторых случаях. Аппаратные разобрались, доложили, в российских условиях, очевидно, давно подменяет легальный суд и следствие. И, будучи нелегальным и несовершенным аналогом реальной правовой системы, оно просто в силу своего несовершенства, не может не позволить реальным преступникам уходить от наказания гораздо легче и безболезненнее, чем если бы их судил реальный состязательный суд. То есть, это даже не беда, что общество не знает достоверно, убивали Пригожинцы журналистов в царь или нет. Есть подозрение, что кроме самого Пригожина и его людей в банке, достоверного ответа на этот вопрос нет ни у кого. А если Пригожинское начальство, кстати, кто это? Путин, Шойгу, Совбез? Думает, что оно знает, потому что ему предоставили справочку, то это, прежде всего, показатель неадекватности и только потом всего остального. Жестокости, безнаказанности, аморальности и тому подобного. Анекдотическое Путин был в ярости вполне может быть недалеко от истины и даже кажется более правдоподобным, чем его личная вовлеченность во все скандальные и трагические истории с предполагаемым участием российских силовиков или наемников. Вероятно, таким же образом описываются внутриноменклатурные расследования всех других преступлений. Вполне может быть, что в справочках так и написано, что Немцова заказал водитель, боинг сбили украинца, а Навального отравило певчих. За эти годы общество смирилось с тем, что правды ему никто не скажет, но кто сказал, что внутри власти все друг перед другом честны и открыты. Непрозрачность делает систему криминальной, даже если никаких преступных целей у нее изначально и не было. 2021 года статья, ну, наверное, да, после гибели Пригожина читается иначе, но, по крайней мере, мне кажется, принцип остается неизменным, в том числе уже и в убийстве, при описании убийства самого Пригожина. Статью эту тогда опубликовало издание, да, пишите в комментариях, что вы об этом помните, что вы об этом думаете, я все комментарии читаю, на многие отвечаю, ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью опубликовало тогда издание Republic, теперь же свои новые и свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин+. Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, нероссийская, простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, вот на этот YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok